Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну и обычно мы стараемся какие-то события культурной жизни приберечь для вас на последние полчаса утра на Болткоме. И для тех, кто интересуется кино, не просто кино, а экспериментальным кино, в августе в Риге пройдет фестиваль экспериментального кинопроцесса. И мы хотели бы поговорить о программе фестиваля, о том, что ожидает зрителей с куратором кинофестиваля «Процесс» Евой Балуады. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Программа очень насыщена. Ну, во-первых, несколько локаций. Это и пивоваренный завод, и кинотеатр «Косунс», и лаборатория Болтс канала «Клаб». И честь программы, кстати, аналоговая, я так понимаю. Что за экспериментальное кино, что за авангард, что в программе, на что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Да, 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 конечно. Доброе утро. 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 Фильмс и аналоги. Ипачная программа, фестиваль, это перформанс программа, где у нас три автори из Чехии, Ваши и Нидерландии. Шая программа, это перформансия, концертная узведома, где автори и работают с кинопроекторами и проекторами стару. У нас есть аудиовизуализм педзивојм, с калпом, с калпом, с калпом, с калпом, с калпом. Шогаду моса посакума веетах есть Нурмес Ауза Даритова, которая есть ауна посакума веет. Ауза Броза, что-то отбирает. Вагона 21. Это очень интересная локация, где-то и отбирает и отбирает с калпом. И отбирает калпом, с калпом, с калпом, с калпом, и отбирает Ирлетелие. Всасадавцы, да вылетаетесь с другими фильмами. Идет, те авторы, которые почитали фильмы, они мастерскими фильмами, которые уже вылетают, так и черного фильмов, который постах себя и смотрят фильмы. Птицы фильмы, поиски и смотрят фильмы. Да, поэтому. Там указывалось, на такой минуте ушло 10 человек, на такой минуте там столько человек. Как, вот, для кого вы ориентируетесь, на какого зрителя подготовленного уже, или на, ну, человека, который просто хотел отдохнуть, не знаю, условно говоря, пойти посмотреть какой-нибудь кино, и вдруг он оказался на экспериментальном кино. Ну, как мне сказали, что, как это экспериментальном кино, это не документальном, но это не спелфильма. Да, это как-то, что-то виды, и это будет вернее. Так что, конечно, муству скатистер, письмена, цветута, которые рекомендуют, если у вас хорошо зонят кату, и оно и будет хорошо, которые они могут быть, как они уделены, как они получают аналогию, или фотографию, что они как макать, они могут верить эти форматы. Это, что это граница, это физикал. А так, и предыдущие сэньори, которые были маханы на мать фестивале, которые были брать кинопроекционисты, это, как они уделили коллекцию санровым, и один из программам будет вела вела века с годами аматиру кино Латвий, не клайот, варах эксперименталу кинопирмсакуму. Топец, манитет, мусу аудитори diezgan плащу, и человек не азиет на сеансе. Протамс, это гады, и все, но они парни изглазят, и они азиет, и тогда нет вилшин. Вы поминали, что в 8 программе будет аматиру кино в 80-х годах. А что еще в программе? И действительно, в продолжении предыдущего вопроса человеку неподготовленному к каким-то таким жестким прям экспериментам, но которому хочется испытать что-то новое, что-то интересное. С какой из программ тогда начать? Что будет полегче для входа? Ну, я думаю, что все программы будут таковы дескан яудовы. Но, да, может, начать с этим 8-х годах аматиру кино программу Латвия, но велики и Латвии эксперимент кинопрограмма, которые были сферами фильмы, которые были сферами и автори и автори и и видеть проектору, и, конечно, это будет явно. И это будет явно. Название фестиваля, простите, Олег, название фестиваля процесса, это имеет какое-то отношение именно к процессу создания, то, что вы говорили, что нужно быть немного ученым, немного химиком, чтобы сделать такой фильм аналоговый, либо это что-то кавкианское такое процесс, ну, я имею в виду книгу, конечно. Ну, процесс, мантрот, это действительно очень обзимает, что эксперименталки, потому что, как это фестиваля, как он заб��운 процесс, как он старается, который, как он есть, как фильмы могут быть сочетаны, что мы все запроем, но что там есть, что фильмы следом за дземи, у нас в уровне нет или нет, сочетались тая метафора, лимонии, и иедарботись с фильмом, и лаутись с фильмом процессом вайраг тадо музикално и поэтисканно веет. Топец, манкрот, человек, которые, к примеру, классическая или авангарда музыка, к нам патит дзея, они просто очень хорошо и иедарбуются с фильмами. Насколько я знаю, будет не только показа фильмов, будут дискусии, лекции, выставки, может быть, об этой тоже стороне, что можно будет посетить, и где? Да, то, пасреки, иносеансы, мы не хотим, может быть, азбута даритовая, и как с уми, но у нас будет дискусия, в которой педал исчез автор, которые отброшены на цитам властям, и дискусия будет по фасаузу галу, которая, естественно, и на муну фестивала тэма. И, на иди, идиотом, иди, иди, азбута, иди, иди, Будет репрессивная программа, которую ведет Jānis Путиниш, кино режиссоров. Шага мы видим фильмы из Австрии. Программа есть процесса стадий. Да, это будет лекция по теме «Пасауза галса». Это будет диджейский сет. Там тоже, может быть, не только посмотреть кино, но и танцевать. Да, это диджейский сет. Это диджейский сет. Это диджейский сет. Это диджейский сет. Диджейский сет. Самопал, такое давно забытое слово. Напомню, мы беседуем с куратором кинофестиваля «Процесс», фестиваль экспериментального кино. Он состоится в августе в Риге на нескольких локациях. С нами в эфире. Предпродажа билетов уже на сайте безриндослв. Что касается ковидных ограничений? Будет требоваться масочный режим, QR-коды, сертификаты? Вот это все. Да, ну, нибудь сеггодом с этим, как международы и супругл kissesоком улучшись, поэтому в Америке может сегатывать сетевым сертификатом, а также сегатыми тестами, поискатьỗi сетевым. Действительно ли кино закончилось, вот умирает кино или вот как раз может быть в экспериментальном кино есть какой-то новый выход, какие-то новые идеи, которые могут помочь именно кино как на киноэкране, а не как в Netflixе на телевизионном экране? Да, я думаю, что это, что это, что мы снизим с алкогом переделив. что, когда они уже сочетаны, они уже как раз они не будут передать, а они не будут передать. Это все, что мы садим вместе вместе в один раз в талпе. И в талпе есть проект, который есть сочетание, и у нас есть проекции, и мы можем видеть что-то, что во время этого есть, и что-то будет и проектов, и что-то это очень уникал. И это, который мы не видим, Мы не можем остаться в кино. Ссылки будут опубликованы в статье на портале Микс Мюнс ЛВ в течение нескольких часов после этой беседы. И мы благодарим куратора фестиваля экспериментального кино «Процесс» и его баллада за то, что нашлось время присоединиться к нашему эфиру и рассказать об этом интересном, прямо скажем, событии. Ну, надо сходить, надо сходить, посмотреть экспериментально-аналоговое кино, послушать диджей-сет на самопальных-то колонках из Литвы. Спасибо. Огромное спасибо, Ева. Удачи. Всего доброго, хорошего дня. Что же, что же, что же. Время, видимо, прощаться. Утро на балкоме завершается. Ну, продолжается программа. У нас после этого футбольный клуб Василий Уткин «Эхо Москвы», а в 11 часов очевидец Людмилы Прибыльской. И продолжится разговор, значит, еще на прошлой неделе о образовании в Латвии в межвоенные годы. И об этом Прибыльская поговорит с историком Татьяной Фейгмане. А после этого будет очень интересная программа, тоже из «Эхо Москвы», Александр Городницкий, который как бард, и поэт, и ученый известен. И он вице-президент русского пен-центра, извините. И вот программа «Разбор полета», она посвящена карьере человека. Но какие-то самые важные решения, которые он когда-либо принимал, и как эти решения отразились на его жизни. Такая вот очень интересная форма беседы. А в 13 часов в нашем эфире будет президент Федерации спортивных журналистов России, спортивный комментатор Николай Долгополов. Вот накануне Олимпиады мы как раз поговорим о спорте. Слушайте Радио Болтком.